приветствую вы на канале дмитрий day tutors с вами дмитрий я начинаю серию уроков по работе с октан в блендер это будет вводная часть рассмотрим как скачать и установить а также активировать свою учетную запись поехали в общем то ничего нового в плане установки за этот год я не заметил открываем ссылку есть в описании ниже напоминаю чтобы начать пользоваться октаном необходимо учетная запись если у вас ее нет регистрируемся если уже есть логинимся и двигаемся дальше после входа в учетную запись мы попадаем на страницу с описанием и ссылками на скачивание в последний раз октан обновляли в мае месяце чуть ниже видим ссылки для скачивания необходимо скачать блендер в котором встроен октан а также сервер если навести мышью на ссылку в левом нижнем углу можно увидеть версию которая иногда может не совпадать с датой обновления в уроках я буду рассказывать об установке программ для windows поэтому нажимаю здесь скачиваем блендер октан и далее скачиваем сервер следующее о чем я бы хотел рассказать это видео драйверы у меня карта rtx 2080 ti операционная система windows 10 и в типе драйвера я указываю studio нажимаем кнопку поиск далее видим список доступных драйверов и так что это за проблема которая появилась при установке новых драйверов вот вам пример просто посмотрите как работает интерактивный рендер сетка превью порта не соответствует превью объекта и так драйвера от 16 июля 4 июня 21 мая здесь наблюдается такая проблема путем экспериментов я выяснил что для моего пока рабочая версия драйвера от 16 апреля если по какой-то причине вы заметили вот такую проблему пробуйте менять версию видео драйвера также еще уточняю что я использую тип драйвера studio двигаемся дальше два типа файлов которые я скачал это блендер в которой встроен октан и сервер нажимаем правой кнопкой мыши и запускаем от имени администратора сейчас у меня появилось всплывающее окно нажимаем подробнее и далее выполнить в любом случае в окне установщика нажимаю а игры вот здесь указан путь по умолчанию куда будет установлен блендер и далее нажимаем install теперь устанавливаем октан сервер также как и предыдущий файл запускаем от имени администратора здесь делаем все то же самое устанавливаем сервер отлично теперь несколько слов об оптимизации как вы уже поняли чтобы работать с октан в блендер мы должны запустить сам блендер и сервер сейчас я размещу иконки на рабочем столе блендер и октан сервер prime для того чтобы каждый раз не запускать блендер и сервер я предлагаю сделать следующее вот такой файл будет каждый раз запускать обе программы чтобы это сделать нажимаем правой кнопкой мыши в разделе создать находим текстовый документ октан ран чтобы не было совпадений по имени соседним файлом расширение файла я меняю на бат далее нажимаю правой кнопкой мыши и выбираю изменить первое что нам нужно сделать это добавить команду эхо офф после этого ниже прописываем первую строку запуска октан сервера следующая вторая строка запускает блендер не забываем сохранить файл теперь у меня два одинаковых по содержанию файла и давайте запустим если вы до этого никогда не устанавливали октан рендер то появится окно с активацией используйте те же данные что и при авторизации на сайте юзернейм и пароль после этого нажимаем sign in далее откроется блендер хочу обратить ваше внимание что в окне активации будет указано зеленым октан активирован просто закрываем это окно сейчас оно не нужно и так блендер на данный момент эта версия 402 до бесплатный октан как я понимаю немного отстает по интеграции в последней версии стандартного блендер вот буквально на прошлой неделе появилась версия 42 сразу перейдем в настройки изменим несколько параметров в разделе интерфейс напротив resolution scale изменю масштаб на 1.25 в разделе кимап включу select all toggles и включу настройку которая позволяет открывать папки в проводнике одним нажатием левой кнопкой мыши переходим в раздел аддонов по умолчанию все аддоны которые мы устанавливаем находится в разделе user октан рендер расположен в разделе рендер и так мы видим что версия октан 2814 он включен пока на данный момент настройках я ничего менять не буду далее в следующих уроках я покажу как подключить aces безусловно все что здесь есть можно изменить например можно указать какой стандартный материал будет создан по умолчанию например metal specular или glossy закрываю окно настроек давайте попробуем запустить октаны и посмотреть что из этого выйдет так как я создавал новый файл по умолчанию в качестве визуализатора используется иви переключаемся на октан и это первая настройка которую я меняю пробуем запустить октан для того чтобы это сделать нажимаем клавишу z в раскрывающемся списке находим рендер и нажимаем вот здесь октан запустился появилась текстовая информация количество сэмплов объем памяти и так далее но есть одно но цвет окружения черный чтобы создать новое окружение переходим в раздел окружения и в раскрывающемся списке можно выбрать например daylight после повторного запуска октан видим изменения далее чтобы настроить октан нужно создать новое дерево настроек последняя пожалуй одна из самых важных настроек это раздел color management нужно поменять view трансформ с ajx на роу после запуска октан цвет стал плотнее это необходимо для того чтобы в дальнейшем подключить aces также есть специальная кнопка которая автоматически выставляет роу режим к чему я все это говорю для того чтобы каждый раз не тратить время на выставление настроек о которых я говорил ранее сделаем следующее при создании нового проекта есть отдельная строка и называется она октан дефолт стартап после этого мы видим что автоматически создается окружение у объекта уже есть материал системных настройках по умолчанию выбран октан а также кернул с настройками в разделе color management view transform установлена на роу если необходимо чтобы при создании нового документа каждый раз открывалась то что мы сейчас видим то нажимаем файл defaults save стартап файл теперь давайте проверим то есть и создадим новый документ все работает отлично если вам понравился урок прошу поддержать канал подпиской а также поставить палец вверх вопросы пишите под видео или в telegram канале всего вам доброго пока